Всем привет и сегодня я расскажу и покажу как играть в Fallout Tactics. Собственно перед этим советую посмотреть как играть в Fallout 1.2 на моём канале, но это не так уж сильно важно, потому что это в принципе другая игра, которая даже внешне не особо похожа на оригинал. Значит, тут есть побольше кнопок, здесь даже сетевая, но не как-нибудь в другой раз. Нажмём одиночную игра. Здесь есть учебные, ну как бы уровни можно сказать. Сначала начать, то есть новая игра, загрузить игру, ну назад и так далее. Давайте нажмём сначала. Тут можно выбрать больше трёх персонажей, то есть в Fallout 1 и 2 здесь можно выбрать 3, здесь если жилось 5. Да, но я вам советую создать своего, каких-то стандартных фалта. Что сразу бросается в глаза, так это то, что можно поднять иконку. Не знаю, их тут реально много и потом расскажу зачем это. Можно осмотреть нашу персонаж со всех сторон и поменять ему внешность как-то, как нам в принципе думается. Вот, собственно поменяли. Это хардкорный режим, можете сказать, я не советую его включать. Вот, собственно, что тут есть. Во-первых, тут поменялись навыки. Теперь есть навык пилот, который по идее должен называться типа водитель или вождение, потому что как бы самолётов тут нет. Но прикол в том, что здесь есть транспорт, его здесь немало, больше чем там один хайвэмм флайвер. И главная ржака в том, что, чтобы им управлять грамотно, нужно прокачивать навык пилота. То есть, чем выше навык, чем быстрее будут там заворачивать на поворотах, там, чем лучше мы будем управлять транспортом в целом, более грамотно, более профессионально. И когда вы садитесь в машину, сядет за руль тот, у кого наивысший уровень этого навыка. Вот. Также мы убираем три стандартных навыка основных, как угодно называете их. И здесь нету навыка красноречия. Что самое печальное, печалит всех, наверное, олдов фоллаута. Вот, собственно. Почему? Потому что здесь монологи, здесь нет диалогов. То есть, мы не можем там отвечать как-то на то, что нам сказали. Типа, сказали всё. Просто прими на вооружение это и ничего не делай с этим. Мы можем отреагировать на то, что нам сказали, только действия. Там, например, убить того, кто нам это сказал или еще что-то. Вот. Азартные ихы. Это, кстати, я вообще не знаю, зачем это нам здесь есть, потому что казино, какого-то казиношника, казиноеда. Вообще казино вгренет. По крайней мере, не встречал. Ну, если я не встречал, никто не встречал. Я в этой игре вообще ни разу не видел. Я даже вот как бы смотрел на википедию, вот уже мне разница была интересна. Типа, а есть тут вообще казино вгренет? Зачем этот навык? И там не было написано как-то на фото. То есть, он есть. Вообще бесполезно, можно сказать, практически. Бартер. Ну, всё понятно, в принципе. Те же самые примеры о навыке. Что я вам советую взять? Легкое оружие беру. Тяжелое оружие можно взять. Я бы, после этого, ещё энергетическое брать. Либо не брать лёгкое, взять энергетическое. А лёгкое там прокачать уже чисто нашей ловкостью. На десяточку. Вот так. Провлекательность на однёрочку. Харизма. Восприятие на шестёрку. Выносливость на семёрку. Удача на шестёрку. Вот. Так. Ещё убираем взлом, сожелательно. Потому что там замоков реально много. Даже больше, чем в Fallout, там, стандартных, классических. Эээ. Ну, и чё ещё можно взять? Здесь немного были изменены навыки первой помощи, да, всё равно, там, особо я не вижу смысла рассказывать о том, как они поменялись. Потому что я их ни разу эти навыки не использовал. Ни здесь, ни в классических Fallout. Ну, можно взять ещё пилот. Но, в начале игры нет там транспорта, там уже по сюжету вы его найдёте. Здесь берём тренированный, как обычно. Здесь ещё можно на кнопке не именно на эту кнопочку нажимать, а полностью на кнопку. Это очень удобно. Fallout 1.2 это реально бесило, но я уже привык. Необходимо выбрать имя. Чтобы задать имя, щёлкните на кнопку. Имя. Ок. Имя у нас будет, например... Ва... Василий. Эээ... Бодрость. Тут прям можно вот так вот прям писать его. Да. Эээ... И расы здесь, как видите, недоступны. Они доступны только в соревнователь... Ой, в союзник! Господи! Что со мной? Я имею ввиду этих мультиплеериков. Соревновательным союзникам. Так. Эээ... Здесь ещё несколько новых вот таких ветвей, можно сказать. В наших, эээ... Производных характеристиках. Ну, о них тут особо ничего не скажешь. Потому что они были в стандартных Fallout'ах, но они просто были скрыты. Самая ржака в том, что здесь дают нам миссии. Здесь мы не можем, эээ, просто там... Но перед тем, как начать инструктаж, я хотел бы лично поздравить вас со вступлением в команду. Здесь нам дают миссию. И мы должны её выполнить. Наша первая миссия вот такая. Это спасти мирных жителей данного поселения, на которое напали на лётчики. И после этого задания мы сможем отправиться уже на бункер в Браспу. То есть это как бы тренировочное, можно сказать, задание. Если мы его выполним, то мы будем приняты в Росостале. В Росостале района Чикаго. И если мы его выполним, то мы сможем наконец-то уже путешествовать по глобальной карте. Сможем ходить в бункер. Но об этом как-то потом. В общем, мы с чего начнём-то, да? Что здесь у нас не только мы, Василий. А ещё и наши компаньоны как отдельные персонажи. То есть мы можем прям переключаться между ними. Или выделять их в тактических играх. Но это и есть тактическая игра. И всё равно что пошло. Вот. Можем выделить там одного, там двух или вообще всех. Направить их куда идти. Здесь нельзя кстати менять тип курсора мыши. Он автоматически ставится как нужно. Например, если поговорить, он сразу ставится на разговор. Если отображается вот такая кнопка диалога, значит можно как-то с ним поговорить. Вот. Он пишет что. Значит. Старейшина деревьев. О всем договорим. Вот он нам пишет. И собственно, как я и говорил здесь, нельзя как отвечать на то, что нам сказали. Просто нажимаем готово. И всё. И вот идём. И ещё. Один прикол. Подождите. Перед тем как пойти в бой. Я вам расскажу о том, что можно здесь менять тип вот этого окна. Либо карты, либо. Вот такое вот информативное табло. Которое было в Fallout. Один Fallout 2. Но здесь оно практически никогда ничем не наполняется. Поэтому. Смысла у него нет. Давайте пойдём теперь в бой. Посмотрим как тут драться. Здесь. Боёвка в реальном времени. А не по шагу. Смотрите. Прямо в реальном времени стреляем. Но при этом очки действия всё равно нет. И они тратятся когда мы стреляем и со временем восстанавливаются. Когда они скончаются мы не можем стрелять. Давайте облутаем. Взять всё. На счёт нашего инвентаря. Здесь у нас не один ряд, а два. Не знаю зачем про это рассказывать. Просто интересно. И чтобы поменять оружие нам нужно его перенести. Как вы думаете куда? Конечно же вот сюда. Вот. Или не оружие поменять, а что бы другое там будет. Стимулятор чтобы поставить. Вот. Например его использовать там. Василий. Кондактив наш Василий. А вот. Точно. Всё. Мы его вылечили. Можем выбрать два оружия. Вот. Переключаться между ними таким вот образом. Вот. Можем как-то стрелять. Срединоправку от мышц есть тоже стрельба. Но если нажмём воздух, он будет стрелять в воздух. Так что будьте аккуратнее с эллифинами. А. Вот ещё один тут снайпер какой-то из автомата при этом. Давайте его скушаем. Всё. 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 Как-то так. Эмм. Так. Всё. Ещё один выбегает. Давай. Тихо. 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 Где-то. Тихо. 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 Так его выберем. Тихо. Тихо. И облутаем, вот. Взять. Всё. Вот мы всё взяли. Так. Эээээ. Так же был сундук. Ну ладно. О, дверь надо. заперта опять же по стандарту используем навык и именно поэтому я говорю взлом брать потому что тут этих замков очень много особенно на первой миссии они тут не такие простые эти замки на поиск разума будет стоять такой еще еще один чё здесь это здесь стоять все уже будем перемирают и что я по-моему свет что-то отбежать и тыщица что кнопку ну количество загрожает кнопку использую все успешно не пищевая если кто желательно изучать своевременно еще вы можете нанимать прямо мере выхождения в отряд персонажей в основном это будет делаться не в основном а можно нанять персонажей прямо в бункере при составе чтобы туда попасть как я уже говорил нужно пройти первую миссию собственно как-то так первую то не был миссии не пройдем вот и еще когда вы понимаете здесь скрытность здесь когда вы ничего не нажимаете вы туда идете а когда вы шифт нажимаете вы наоборот как бы первую миссию собственно как стоит мне кажется я уже так-то все рассказала а нет не все кстати можно вот так вот менять то как мы будем строить пепси зелёжи и так далее это очень полезно когда у нас рука круто калибер здесь еще вот такие караулы всякие но я не ни разу не попался как бы так что не знаю что я так-то про них рассказывать нет вот мы нашли мирных граждан мирных граждан давай так давайте господи это неудобно что курсоры нельзя менять курсоры и нужно прямо наводиться на него и тогда мы сможем его атаковать что только один атакует давайте все все вместе дружно все мы их спасли а нет не всех вот еще один стоит а сейчас мы перестрелим половину мирного населения конечно да куда ты побежишь господи там один в руку пашку делается что ли а походу нас убеденно стоит благословенный покой да охватывает ваше тело ваше последнее желание я помню все мы помнили что как то так или это потому что там я немного не так выбрал отряд и они побежали не туда ну да ладно собственно вот такой был мини обзор можно сказать